20 лет назад Александр Малышев попал в ДТП и стал инвалидом первой группы. Юноша интересовался машинами и дал слово, что однажды снова сядет за руль автомобиля. Он начал общаться на форуме инициативных людей и любителей автомобилей. Вскоре общение переросло в очные встречи. Так появилось желание создать клуб, где можно не только обсуждать автомобили, но и участвовать в различных мероприятиях. Инициативные люди начали организовывать небольшие соревнования. Автошкола ДСААФ пошла навстречу и выделила для клуба площадку. Так как не имея какого-то специфического места для гонок у нас в городе, поэтому у нас остается одно направление, это технические виды спорта. Это как автотюнинг, автозвук, все это такое. И он настолько стал популярным, что наше мероприятие проводится хотя бы один раз в год, но оно привлекает большое количество молодежи. Александр подал заявку на участие в конкурсе «Новые создатели» для дальнейшего развития своего дела и популяризации любительского автоспорта. Кроме того, в Сарове отсутствует специализированная площадка для занятия автоспортом. Очень сложно где-то найти место для занятий, то же самое, с картингом. А оно очень как бы нашему городу, кажется, что не нужно, на самом деле он не нужен. Очень много молодых парней из молодежи, им это нравится. Им нравится работать с машинами, им нравится гонять на этих машинах. Но мы не можем же это делать в городе, не можем. И мы стараемся это как-то какие-то парковки. Парковки у нас не предназначены для этого. Александр участвовал в соревнованиях на ледовом автотреке в Нижнем Новгороде. Наравне со всеми, несмотря на инвалидность, попадал в десятку лучших. После этого привез в Саров свой опыт выступлений. Мероприятия клуба автосаров стали набирать популярность. Один из самых успешных проектов – фестиваль автокультура. Можно было бы прийти хотя бы в прокатные карты, даже селекцию организовать, учебную, может быть даже факультативную, как в школе ввести, как автоделанную, например. Нам нужно технарить сейчас, а все сидят с телефоном, как они. Зачем нам? Нам это не надо, нам нужно технарить. Александр не сидел сложа руки и поступил на обучение в Купно. Корпоративный университет правительства Нижегородской области. По программе «Лидеры безграничных возможностей». Это проект, направленный на создание лидеров из людей с ограниченными возможностями. Помочь другим таким же людям найти себя и жить дальше, и не унывать. В Купно Александр популяризирует любительский автоспорт. Добивается возвращения государственной программы по приобретению автомобилей людьми с ограниченными возможностями. По этой программе он сам покупал свой автомобиль. Тогда государство оплачивало 60% стоимости машины. Не менее важна и помощь в получении водительских прав. Александр уверен. Главное в жизни найти свое любимое дело. И тогда никакие трудности не страшны. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.